Приветствую вас, друзья! Меня зовут Евгений Додолев. В эфире программа «Золотая рыбка». Для некоторых он Владимир Шарапов, для других – Павка Корчагин. Для меня еще и писатель, легендарный актер Владимир Конкин в студии. Приветствую вас, Владимир Алексеевич. Добрый день, Женщик, добрый день. Да, уже даже почти что ночь. Вы знаете, про родину вашу, про Саратов, хочу спросить. Два великих Олега – Олег Янковский и Олег Табаков, ваши земляки. Доводилось общаться? Более чем доводилось. Ну, с Олегом Янковским мы подружились еще, когда я был студентом Саратовского театрального училища. Это где-то там 69-70-й год. Нас уже привлекали в спектакли, в массовке там, или зонги петь. Как сейчас, помню, был спектакль, что-то «Салют Марии», что ли. И Алька играл там такого геолога, в него там тетя влюблялась какая-то, а мы с зонги, значит, там пели. Вот. И Олег уже очень хорошо, так после «Считай меча», так уже снялся и там «Франциск Карина», и еще что-то, еще что-то. Вот. Уже как-то пошел так в гору, но тем не менее был в труппе. Вот. И мы с ним продолжали наши взаимоотношения очень много лет, когда он в Москву перебрался. Вот. Они были нечасто, эти общения. А с Олегом Палычем Табаковым тоже было очень забавно. Дело в том, что я занимался в Саратовском дворце пионеров в девятом, в десятом классе. Очень поздно я пришел в театр «Молодая гвардия» и сыграл только Ивана Дурака в «Зимние сказки». Вот. И руководила нашей студией замечательная-замечательная женщина Наталья Осиновна Сухостав. Она была как мама родная для нас, потому что многие ребята, которые у нее занимались, у кого-то папы нет, а кто-то может и есть, да он немножко как бы в местах не столь отдаленных там и так далее. Вот. И эти сорванцы под руководством Натальи Осиновны становились просто совершенно другими. Почему-то я говорю о культуре, потому что вот она умела общаться. Да, она могла сказать, ну ты балбес, тебе еще рано курить. А она с папиросой там сидит. Вот. Допустим, сказать, ну дурак, ну я тебе куда сказал идти? Никто не обижался, понимаете? Это была ее такая манера любви, потому что она действительно всех любила. Она ходила по этим там трущобам Глеба Чуваврага нашего, Саратовского, где вообще, так сказать, полуразбойный народ жил. И она оттуда, да, Гена Ротман, например, кто он? Гена Ротман. Вот. Она его просто за руку притащила, он уже там чуть ли не на грани того, чтобы в колонию попасть. И вот один из самых ее любимых и, скажем так, фаворитных учеников, скажем так, судьба таким образом распорядилась, был Олег Павлович Табаков. Олег Павлович Табаков, вот, и висели у нас там в ее огромном кабинете все эти стенды, спектакли, вот, и Олег Табаков. Янковский миновал это, он театром тогда не занимался, когда в детстве обычно мальчики, девочки приходят. И когда в 1972 году я закончил Саратовское театральное училище, закончили мы его 1 марта. То есть вот еще было какое-то такое расстояние, когда можно было какие-то театры выбирать и так далее. Меня пригласили 8 театров, начиная с Харьковского тюза и кончая там какой-то алматинской драмой. Потому что все тогда было рядом, близко, все вместе и так далее. Но у меня-то было желание совершенно иное. Я говорю, Наталья Осиновна, напишите письмо Олежке Табакову. Я хочу показаться, может быть, чего-то как-то там зацепимся. И она написала ему письмо. И я к нему пришел, он был тогда и директор, и порторг театра, еще старый современник у Маяковки. Мне, кстати, тот театр больше нравился, чем этот. Тот был какой-то вот такой наш хиповый, такой полуободранный, обшарпанный. Ну какие спектакли были, как работали ребята, фантастика. Фантастика. Вообще тогда, конечно, каждый театр имел свое лицо, что там говорить. У Гончарова одно, у Ефроса другое, у Любимого там это и так далее. Это было здорово, всегда можно было сопоставить, выбрать. Слава тебе, Господи, что силы небесные дали мне родиться вовремя, потому что я все это застал. И Олег очень благосклонно прочитал письмо, ну как же, мама театральная просит, все. Говорит, Володь, ну давай, значит, завтра я соберу худсовет, чего я говорю, вот я хочу показать Холдена над пропастью в Оржи. С кем, сказать, с Фиби, а Фиби – это сестра Холдена. Я говорю, нет, с Салли. Ну и, короче говоря, значит, он попросил свою жену тогдашнюю, Крылову, чтобы она с Салли подыграла. И вот, значит, показ прошел, тогда я познакомился с Валерой Фокином, тогда я познакомился с Костей Райкиным, с Поглазовым Володей, который потом много лет спустя меня пригласил на Таганку, я играл там спектакль «Враги». Вот, и прошел этот показ, и Табаков меня ведет в кабинет. Говорит, Володь, ну, Саратовская школа, старик вообще, Наталья Осина, она, хотя уже прошло там 4 года, я с отличием закончился и так далее. Говорит, Володь, понимаешь, ну, конец сезона, вот давай вот где-то там, вот мы откроемся где-то там в конце сентября, давай приезжаем мы там что-нибудь. А я вроде бы как бы, ну, приготовил, может быть, это мой шанс. Ну, хорошо, раз так, значит так. И вечером мне звонят, вернее, через день, когда я приехал в Саратов, звонят, мой друг, однокурсник, он поехал в Харьков, в театр юного глядоча Толя Лобода, и говорит, Володька, слушай, ну тебя здесь ждут, скажет, давай, а у меня вот эта пауза, я еще не знаю, что мне делать-то. Вот, давай, сейчас тебе главную роль Нигласа дают в своем острове, была такая модная пьеса, и в современнике она шла. Почему у меня потом и возникали некие внутренние фантазии, что, когда я здесь сыграю Нигласа, так, может быть, я Нигласа буду и в Москве играть. Ну, это так все, химерически, но тем не менее, факт есть факт. Вот, и я прилетел туда, театр к тому времени благополучно сгорел, только мне об этом не сказал. Вот, ну, меня это не смутило, мы играли в ДК ХТЗ Харьковского тракторного завода, в Харькове полно этих ДК, все успех был, волосы ниже плеч, все Нигласа, вот, все как-то так славно. И буквально через полтора месяца, вот, моего харьковского там пребывания, пришло две телеграммы. Одна, значит, со студией Довженко, где меня просили в Киев прилететь в группу «Как закалялась даль». Я хочу уточнить, именно потому, что увидели вашу фотографию в... В Саратовском, да, в театральном училище, это второй режиссер Олег Фиалко, он ездил по городам Союза, а так как Саратов был всегда такой достойной театральной меккой, пять театров, из них два академических, и туда приезжали московские критики, то есть, в принципе, и школа наша саратовская ценилась, и хотелось новых лиц. Я вас перебил, вторая телеграмма. Вот, это первая телеграмма, вот Олег Фиалко привез мою фотографию со стенда выпускников на киевскую киностудию Довженко. Вот, а вторая телеграмма, я ведь женился на четвертом курсе, вот, и наша юная семья ожидала пополнения. Короче говоря, мы дождались, как говорится, молодого дела хорошего, и у нас близнецы. Ну, я не знал, и она, тогда же УЗИ-то не было, она мне рассказывала, говорит, вот я рожаю, вот, и, значит, вот, смотри, вот, она говорит, мне еще что-то мешает, да что тебе может мешать, вот, смотри, и второй раз, и сам, слава богу, не согнали ее с этого ложа дамского. Вот, и вот эта телеграмма уведомляла меня в том, что у меня родились близнецы, целуем, обнимаем, мама Аллочка. Ну, ребята, ну, две такие телеграммы, которые перевернули в буквальном смысле всю мою жизнь, и личную, и творческую. И, короче говоря, прилетел я в Киев на студию Довженко. Ну, вот, действительно, группа «Как закалялась» стали, существует, потому что две экранизации были, ну, вы, Жень, знаете, это я просто для наших зрителей, если первая экранизация была в 42-м году, Марк Донской снимал, там даже не было линии Тони Тумановой, эту картину практически никто не видел. Вот, вторая картина, естественно, была очень популярна, и до сих пор время от времени она демонстрируется, где Васенька Луновой сыграл Корчагина, и Алов и Наумов снимали, это их была дебютная картина, опять же, на студии Довженко. Все экранизации, и третья наша, это все киностудии Довженко сделали. Вот, и вначале Мащенко сказал, ну, вот эти волосы, все, вот этот друг Тони Тумановой или Щинский. Вот, все, два съемочных дня. То есть на берегу там драка затевалась между Корчагином и этими ухажерами Тони Тумановой. Вот, и первый день мы должны были драться на берегу, второй день в воде. Потом разбегались от злого Корчагина, который схватил дубину, убью там и так далее. Ну, вот, наверное, не могли найти добровольца на это избиение в Киеве, из дюжа-гарных киевских хлопцов. Тут, значит, подвернулся Саратовский, ну, давай его побьем, какая нам разница. Ну, вот, и, короче говоря, я понял, что роль я отхватил. Ну, не главное. Ну, это вообще два съемочных дня. Да. Вот, потому что группа съемочная вся с Мащенко там сидела. Мащенко режиссер, постановщик. Вот, и я к дверям направился. Он говорит, Конкин, постой, я не знаю, какой это артист. И только закончил, сказать, неизвестно еще что-то. Ну, прочитай мне что-нибудь, чтобы я хоть знал, как с тобой работать. Вот, и я ему, терять мне было нечего, роль отхватил. Вот, и я ему «Барышню и Вульвард» Маяковского прочитал. Вот, с каким-то таким хорошим, таким пафосом такого главаря Маяковского. Да, горла на главаря. Такое все. И Мащенко, я тогда еще не был к этому приучен. Николай Павлович не любил соглашаться со своими ошибками. И вот он поворачивается. Кто сказал, что Конкин Лещинский? Он сам сказал, но это не имеет значения. Потому что он труп найдет обязательно. Или сделает из человека труп. Это же Цветаев! Это же антипод Корчагина! Какой Лещинский? Вот, и, короче говоря, я тут же вот был переутвержден на одной из центральных ролей фильма антипода Павла Корчагина. Ну, и дело, значит, закрутилось. Потому что съемки уже шли. Дело давнее. И хороший, замечательный артист давным-давно мне разрешил называть его фамилии. Потому что это дело деликатное. Обижать никого не хочется. Тем более при жизни. Мы еще живы пока. Вот, это Коля Бурляев. Он начал сниматься в Корчагине. Опытнейший артист. Ему было тогда, наверное, уже лет 25. Мне было 21, еще не исполнилось. Вот. И он снимался. Вроде бы все нормально. Но кино есть кино. Но целую серию ведь сняли, по-моему. По метражу. По метражу серии. Вот из разных, да, эпизоды из разных серий. Согласитесь, что это весьма непросто, чтобы вот уже когда... Это же не два эпизода снято. И натура уходит. И то, и все. Тут все, что угодно. Тем более телезионный художественный фильм. На пленку же снимали. Не было никакой цифры. Да, шесть серий. Вот. И вдруг такая у нас ситуация возникла. А 7 ноября 1973 года премьера должна быть. Лапин не любил, когда кто-нибудь его... Лапин руководитель советской телевизии, опять же, для зрителей. Потрясающийся. Он ко мне был более чем благословен. Один я мог длинные волосы носить на телевидении. Вот. И вторая его рука, так сказать, это Хесин, главный редактор Гостелерадио СССР, объединение экран. Его звали мы мистер красный карандаш, потому что он... Все сценарии там это... Допустим, вместо встречи там хрен с горы. Эй, ты хрен с горы. Хрен вычеркнут. Да, и, так сказать, ком с горы. Понимаете, вот такой вот был удивительный человек. Я их всех с благодарностью вспоминаю. Тогда это было как-то так. Но суть не в этом. И, короче говоря, Мащенко не сам, скажем так уж, решил. Он хотел этого, но ему нужна была поддержка. И вот собрался большой худсовет. И тогда еще в этом большом худсовете были, конечно же, и Ленечка Быков, замечательный наш актер и режиссер. И был, так сказать, Параджанов. Замечательный Параджанов, которого через месяц посадили в тюрьму. Свои же коллеги. Ну, да зачем? Ну, очень много таланта. Ну, это же не надо. Натребаться. И, короче говоря, Параджанов, Мащенко говорит, слушай, а там с лошадками уже часть кон-атаки сняли, все. Он говорит, слушай, а вот это вот, что у тебя за молодой человек стоит вот у лошади? Ну, это кон-кино, он только что закончил, там, театральное училище, в общем, так сказать, первое кино у него дебютное, он еще неопытный совсем артист, все. Он говорит, да вот у тебя, кто должен, Корчегин-то играть, посмотри на его глаза. Уж я не знаю, что он там увидел, может быть, он и увидел, потому что Саша Итегилов, наш оператор, снимал икону впоследствии. Понимаете, это был, так сказать, фирменный стиль. Вот, тем более, что я в то время абсолютно не был испорчен, скажем так. Скажем так, потому что я и сейчас хороший, вот, а тогда я был просто превосходный. Вот, еще не было вот этого гнусного жизненного опыта. Вот у меня было в жизни 11 театров, а я не бегунок. Я люблю постоянство. Я люблю покой и постоянство. Только тогда можно проявлять и импульс, и художественную находку какую-то, и дать ее человеку, который тебя услышит, режиссер ли это, партнер. А когда идет какая-то дрязга, ну, что мне здесь делать? Так вот, 11 театров, а жена-то одна была. Понимаете? И, наверное, это о чем-то говорит. Обо мне много всякой ерунды порет, но это никакого отношения ко мне не имеет, потому что зависть, она, к сожалению, меня всю жизнь окружает, начиная с папы и мамы, и этих бутербродов, которые вы вспомнили с икрой, и так далее. Вот, и Маченко решил, значит, все это дело, его поддержали, что вот надо переснимать все. Вот, и все начали как бы заново. Конница Мосфильмовская через три дня должна была уходить. Вот, срочно меня, значит, вначале мне Коля Бруляев там показывал, как немного... Он хорошо на лошадке скакал. Вот, а у меня все впервые, и я конька все время под камерой. Его звали дубликат, я на всю жизнь запомнил. Вот, и у меня были полны карманы сахара, там, тарфенады, все. Вот, и я ему говорил, коник-то мой дорогой, я ведь конкин, мы же с тобой однофамильцы. Понимаешь, если ты меня сбросишь с седла, меня выгонят из картины. Ушками так прял в мою сторону, так все слушал, и хрум-хрум этим сахаром. Он меня возлюбил. Вот, и мы с ним очень... Потом полтора года на трайлере возили эту лошадку, этого коника за мной, чтобы я был все время как бы в форме. Хотя уже конница как таковая, она и не была нужна, но там Корчагин время от времени проскакивал, там, Берездовский райкомол, там, и так далее. Там были еще лошадкинские сцены, и чтобы я был в форме, значит, в 6 утра я вставал, как правило, и вот выездка часовая, потом уже начинались съемки совершенно другого эпизода, где лошадка и не нужна. Вот, но мы с ним задружились. Я его с большой благодарностью вспоминаю. И вы знаете, чего скрывать, опыта никакого, киношного тем более. Господи, у нас сцена с Тонией Тумановой, когда в первой серии, значит, Корчагин стырил револьвер у офицера-белогвардейца. И он, значит, этот револьвер, и там показывает, и так далее, разыгрывает сцену, там, а какое оно, все. Вот, камера на рельсах, на тележечке, значит, камера, все. Отрепетировали, так сказать, все нормально. Вот, начинаем снимать, и я вроде как увлекся, Наташа с Айкой играла Тонией Тумановой, и мы уходим вправо настолько, что нас уже камера не видит. Маги, да, 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 он был очень эмоциональный, импульсивный. Это Тор его, все сразу же замирали. У кого был хвост, тут же отпадал от ужаса, потому что все могло быть. Вот, он всегда находил жертву, понимаете, для себя. Вот, бейте ему колышки, чтобы он туда-сюда... Били колышки, все нормально, два колышка прохожу, все как надо, на третьем я споткнулся. Вот, и так, и чего только не было. И в меня летали мегафоны, и вот эта вот складная, вот эта скамеечка под задницей великого режиссера, понимаете, это все летело, слава богу, я был весьма пластичен, и поэтому я избежал травм головы. Вот, и это были такие муки. Я был в ужасе, потому что манера маченка со мной никогда, да у меня и, собственно, опыта не было, но я говорю, что вот педагоги как-то могли на меня голос поднять, но как-то я чувствовал в этих голосах любовь, а здесь ненависть вдруг мне показалась. Прям ненависть? Ну, мне показалось. Ведь мы же, понимаете, мы же не толстокожие бегемоты, мы же трепетные, как горные лани. Ну, что вы хотите? Лишний окрик, и ты уже трепещер. Вот, и, короче говоря, маченка, вот я иногда на него там поначалу думал, что нет, просто я, наверное, ничего не потянул. А он был внутри, что я все сделаю. И он меня так, меня стружку снимал. Это было месяца два, пока я не понял. Мы уже в Скоколейку начали осенью строить и так далее, которая как бы не требовала большого там текстового объема. Здесь нужна была выносливость, чтобы вот через это, тем более осень, мы не могли натуру пропустить. Вот потом мы к ней зимой вернулись. И вот это постепенно он видел, что, в общем-то, он добивается успеха. И на экране вроде бы чего-то получается. Но мы приехали в Шепетовку и должны были снимать эпизод с самой такой ответственной, хрестоматийной, который каждый советский мальчик и девочка знали. Это монолог Корчагина «Самый дорогой у человека жизнь». И вот мы в Шепетовке должны снимать похороны грешутки. По радио сказали, что вот сегодня выходной день, съемочная группа «Как закалялась сталь» просит вас прийти на городское кладбище. «Оденьте только, пожалуйста, черные одежды, если есть». И вот, значит, с утра идут с детьми там все, на это кладбище, оркестр. И Майченко говорил, это твой последний шанс. То есть, в принципе, он был уже как бы уверен, что дело пойдет. Но здесь он чуть ли не каждый день молотил эти два месяца, что вот твой экзамен будет где. Вот здесь. И когда мы начали снимать, значит, нанесем этот гроб. И я на секунду представил, что там моя мамочка дорогая. И, наверное, что-то в лице у меня стало меняться. Глаза наполнялись слезами. Майченко. Оркестр там, тихо, давай, давай, это, Саша Итыгилов, давай, камеру, давай сюда, давай, Евгенку. И я начал произносить этот монолог, в кадре это все видно, и слезать счет своей собственной. Чтобы не сжег позор. И вот у меня началось то, я не знаю, вот, Евгений, вы испытываете все-таки, вот вы сидите на записи передачи, ну, все-таки затекают ноги, руки там, и да, и какие-то иголочки начинают возникать. И вот я еще до середины монолог этот не высказал, а у меня начались иголочки снизу доверху, я весь в иголочках, меня всего распирает, у меня все колет, руки, ноги, я уже ничего не чувствую. Вот. И чем я там закончил, ну, значит, закончил. А ведь тогда по технологии нужно было снимать минимум два дубля. Потому что снимали в основном на советской пленке, она была весьма, ну, такого условного качества. Сняли, это еще не значит, что снято. Вот ЭК не выдавала один дубль, нужно было обязательно два, по технологии тогдашней. Вот. И, значит, Мащенко говорит, давай сейчас еще второй дубль. Володь, это... Вот. Я не помню этого ничего, мне там рассказывали потом. И, значит, второй дубль сняли. Вот. И я потерял сознание. Вот от этого напряжения, от всего. И вот после этого эпизода Мащенко меня возлюбил, скажем так. И вообще, по большому счету, перестал мной заниматься. То есть никаких ни придирок, ничего. Я приходил на съемочную площадку, я всегда был готов, у меня была прекрасная память. Все тексты я всегда знал. Мало того, Мащенко надо знать. Он, сказать, в сценарии вот эта сцена. Но он же ночью там, сказать, что-то переписывает и так далее. Поэтому учить текст, который в сценарии, было бессмысленно. Вот. И я его и не учил. И действительно, я был почти что прав. Но это Башка еще тогда работал хорошо. И, сказать, он приносит новый текст. Все. Вот. Совершенно вот такой. Совершенно не такой, как в сценарии. Вот. И его поражало, что я не даю ему возможности на меня наорать. Потому что я не сбивался, ничего. И все эти там и монологи его исправлены и прочее. И вот только мизансцену мы выстраивали, естественно, партитуру эту. А остальное все наполнение он уже доверял. И для меня это был, конечно, колоссальный экзамен. Вообще, сказать, у каждого артиста, у женщины или у мужчины, вот в жизни должно быть вот это. Вот. Вот когда в тебя мегафоны летят, когда тебя обзывают неприличными словами, вот это необходимо, чтобы уяснить смысл нашей профессии. Что вот эти вопли, крики, претензии к тебе – это исключительно к тебе, не кроли. Значит, ты не совсем готов. Значит, у тебя не все полосит. Слушай, когда тебе говорят шепотом. Почему ты после моего шепота опять делаешь то же самое? Значит, надо орать! Кто-то там на это тор реагирует, кто-то не совсем реагирует. Я счастливый человек в том плане, что я всегда любил слушать. Вот когда я маленький был, там, 5-6 лет еще до школы, вот, за столом родительским, особенно 9 мая, там, 1 мая. Ну, вот какие тут такие, правильные, Новый год. Всегда в дом к моим родителям приезжали фронтовые друзья моего отца. С каждым годом их было все меньше и меньше. Папа у меня прекрасно играл на аккордеоне, на фортепиано. У нас все эти инструменты были про гитару. Я уж не говорю про балайку дома, само собой. Вот, мама прекрасно танцевала. Они были очень музыкальные и очень смешные. Их пара, они русские у меня родители-то, вот, но они были Миронов и Мирнакер. Когда они начинали вот эти свои перепалки между мужем и женой, все животы хватали, понимали, что это все их разыгрывают. Но это было так смешно, вот. И я вот, я смотрел на этих людей, которые очень взрослые, потому что папе было 42 года, когда я только родился, а маме 39. Вот. И я умел слушать. Мне это всегда было интересно. И, наверное, вот это умение слушать, когда ты, услышав пожелание режиссера, оно проникает в твое сознание. И ты хочешь сделать так, как он. Я вам честно признаюсь, вот мне уже очень много лет. Для меня любой режиссер, даже если он, ну, скажем так, условно, неизвестный там, или, так сказать, может, чушь какую-то порит, вот, скажет мне вот так вот, вот здесь вот, грубо говоря, отойди сюда, здесь вот потом перейдешь, а вот здесь в лицо скажешь, а здесь нет. Я выполню эту задачу. При этом я так понимаю, что при вашем лояльном отношении к режиссерам бывали в вашей биографии режиссеры, которые вами оставались недовольны. Вот Станислав Сергеевич Говорухин мне прямо говорил, что проблемный актер. Да, да, да. Да, вначале он был очень доволен, знаете, а потом его довольство кончилось. Слава богу, что он хотя бы не лгал в этом, потому что в съемочной группе с самого начала возник очень большой антагонизм. Место встречи изменить нельзя. Да, место встречи изменить нельзя. Это какой съемочный? Антагонизм возник из-за того, что мне было тогда 27 лет. У меня уже «Черная Волга» 24-й. Я заслуженный артист, ряд двух премий государственных. И это уже 11-я картина моя была. Поэтому, когда Говорухин говорит, что он только начинал, он еще неопытный. Ну, чушь порит. Понимаете, конечно, человек ушел из жизни. Не хочется как-то лишний раз ни о нем, ни о ком-либо, потому что все те, кто были, скажем так, возбуждены и не принимали меня, скажем так. И Владимир Семенович тоже в этой ситуации был весьма неровен. Хотя я у него был сколько раз дома, и мы общались. Но это ничего не значит. Сосского до работы вы были дома? Нет, когда работа началась. Во время работы. Мы же в Москве снимались. У нас павильоны-то были на детской киностудии, а так-то натура вся московская, поэтому он меня и приглашал, и все. Но вот такого дружеского, такого, знаете, настоящего, когда парня в горы тяни, рискни, понимаешь. Но он все-таки значительно старше вас, лет на 15, по-моему. Ну, ему было тогда за 40. Ну да, это совсем другое поколение. А мне 27. Мало того, так сказать, я все-таки был там и членом СКА Комсомола, и 5-й, и 10-й, и благосклонность руководства объединения «Экран». И так далее все раздражало. Вайнеры меня просто ненавидели. И перед смертью, ну, как-то можно было бы, ну, немножечко поделикатнее сказать, что там один из братьев, не хочу сейчас никого лишний раз в суе вспоминать. Но, тем не менее, сказал перед смертью в Нью-Йорке, что самый худший Шарап Фетт Конкин. Ну, я не знаю, может быть, я и самый худший. Только, понимаете, не было бы такого дуэта. Понимаете, этот фильм построился на дуэте двух Володь, диаметрально противоположных, внешне, внутренне и так далее. Интеллигентность Володи Шарапова не может Ваня Бортник сыграть Шарапова. Не потому, что не сумеет. Сумеет, но это будет такая же подворотня. Понимаете? Личиком не вышел, а я вышел. Вот ведь какая штуковина-то была. Вот, мало того, так сказать, вот эта вот некая романтичность, которая мне была свойственна, она и до сих пор меня не покинула. Это не значит, что я перечитываю Грины всякий раз, алые паруса и рыдаю, где же моя сумка, уже проплыл все океаны, где она, да. Этого нет, конечно, но, тем не менее, это внутреннее состояние меня не покинуло. Я перестрадал. Понимаете, поэтому, по большому счету, я, как и Мащенко, и всех моих режиссеров, я всех вспоминаю с благодарностью. И даже того же Славу Говорухина. Потому что то мнение, которое вдруг в нем стало формироваться, это мнение-то не его, а Володе и братьев Вайнеров. Которые поначалу там кричали, что, ну что, особенно пятые серии, когда я в павильоне, допустим, я предложил, чтобы в комнате Шарапова с самого начала стояла фортепиано. У нас, помните, там то, что Зиновий Герт гениально сыграл, как и все свое гениально делал. Вот, что его мальчик, значит, на скрипочке играл. А почему русский мальчик не учился играть на пианино? Понимаете, для меня это внутреннее, это то, что я там придумал. И тогда мы еще были в прекрасных отношениях со Славой. Мы только начали съемки. Вот, и это пианино было притащено, и как оно потом помогло Высоцкому, который, так сказать, встал просто на дыбы, когда нужно было на милицейский балл идти в форме, в кителе там и так далее. Он говорит, я никогда эту винтовскую форму не одену. И так, и всяко. А у нас картина-то милицейская. Это же не просто какой-то там гангстер и так далее. Ты прояви себя по-другому никак. Господи, я не одену, и все. Уже у Говорухина последние два волоса из черепа вылезли, потому что что делать-то? Как быть? И вот это пианино, потому что это было вот в нашей комнате, и то, что сцена была придумана вот просто перед камерами. Бог-свидетель. Когда он накидывает китель милицейский, а вот, шарап, нечто моей домашней пижамы. Вот, и значит, да, никогда появляться не приходилось, да и вряд ли придется. И садится за фортепиано. Лиловый негр вам подавал манто. Какой эпизод. Мало того, это полная импровизация. Но главное, что этот китель-то мелькнул. В чем дело, господа? Но я, может быть, перескакиваю. Когда мы после монтажа фильма, уже все закончилось. 10 ноября 79-го года, в День милиции, пошла первая серия. А вот где-то в конце сентября Говорухин, значит, привез все эти яуфы там и так далее. И мы в МВД показывали, значит, такой вот вариант. И что произошло? Вот тогда, наверное, Говорухин понял, что надо, когда у нас перемена произойдет, я буду депутатом Государственной Думы. Вот, потому что после первой серии они встали и вышли. И фраза так прозвенела одна. Мы сидим с Говорухином сказать. В нашей милиции такого не бывает. И толпа царедворцев вышла. Вот такой был зальчик там просмотровый. После первой серии, а еще четыре. Это был такой ужас. И вот, казалось бы, картина все равно удалась. Ее все время показывают там и так далее. И картина как-то осталась в сердце. И ее уже как киноклассику воспринимают. Я в данном случае не о себе, что, конечно, и так, само собой разумеется. Но вот это восприятие и вот эта пара, особенно сегодня, когда пекут эти блины, так называемые сериалы, сезоны, там отсутствует одно слово. Я не говорю о том, что это все петы-перепеты, все это чушь собачья. Там нет одного слова, как было у нас тогда. Премьера телевизионного, художественного фильма. Мне тяжело это. Потому что, понимаете, сейчас еще фильмы снимаются, половина на компьютере. То кишки у него вылетели, башка отлетела на 50 метров. Еще что-то, еще танки, не танки. Самолеты, не самолеты. Все мультипульти, понимаете. У нас-то было по-другому. Если уж он прет на тебя, этот танк, ни рации не было, ничего. То ли он тебя задавит, то ли не задавит, понимаете. Поэтому, когда оно живое, это совершенно другое восприятие мира. И, конечно, я вот так уж получилось, что я ни в Афгане не воевал. Хотя я бывал в Кандагаре, я выступал перед нашими бойцами, когда вот афганская кампания началась. Я знаю, что вы на Донбассе были недавно. Да, был на Донбассе и не раз. У меня есть убеждение. Я патриот своего отечества. Его истории, его ошибок, заблуждений. Но я русский человек. Хотя у меня крови тоже намешаны всякой. Ну, как у всех. Как у всех. Но, тем не менее, для меня отечество – это не страна. И родина – это не страна. Это папа с мамой. Если я их боготворю, как я могу предать это отечество? Я был и в Луганской губернии, и в Донецкой, и в Дебальцево, и так далее. Вот. И один вот маленький штришок. Почему я все время говорю, что с людьми надо работать, с людьми надо говорить? Откровенно. Потому что ты их поддержка. Я вспоминаю тоже Дебальцево. Разбомбленные там это, то, сё. Дворец культуры, покосившиеся там протертые бетонные ступени, по которым и идти-то было невозможно. Асфальт весь в колдобинах, выщербленный и так далее. И пришли в зал на эту творческую встречу. Женщины, празднично одетые на каблучках. Уж не знаю, как они преодолевали этот ужас. Выбитые окна, стекла, всё. А женщина есть женщина. И какой-то там лёгкие макияжики и так далее. И, как правило, с детьми. С мальчиками, с девочками. И вот этот вот их ожидание, вот эта жажда маленького крошечного праздника. И сколько потом, так сказать, было мокрых глаз, соскучились люди, когда с ними говорят. Им очень нужно эту поддержку оказывать. Потому что актёр – это как доктор Айболит. Почему я всё время и долдоню, с людьми надо работать. А чтобы работать, нужно на это не только право иметь. Или кто-то тебе дал это право. Тебе нужно вот эту вот штуку иметь. Вот. Здесь, в левой части груди. Поэтому в данном случае все, скажем так, мои работы и в театре, и в кино, но ведь в конце концов, да, Шарапов замечательно, слава богу. Да, вон сколько было. Я всё равно всех с благодарностью вспоминаю. Потому что, как мне не спать, с благодарностью Витю Павлову, который меня просто спас от ухода из картины. Я уже собрал чемодан и хотел уезжать. И на моё счастье Витя Павлов появился, потому что на следующий день была запланирована съёмка пролога, где война. И мы с Витей Павловым, значит, языка там берём, тара-та-та, автоматы, лодка продырявлена, значит, мы тонем, мы этого языка тащим. Всё это в настоящем болоте снималось и так далее. Потом Говорухин этот пролог убрал, чтобы в пятой серии это ещё больше сыграло. Ну, за что выпьем? Понимаешь, чтобы вот это сыграло. Здесь он совершенно прав. И Витя Павлов, видя моё состояние, мы только с ним познакомились. Говорит, пойдём подышим, возьми сценарий. Я взял сценарий. Это в Одессе было, как сейчас помню. Рядом с гостиницей Аркадия. Высшие партийные курсы. Значит, с одной стороны Башка Ленина, по-моему, из белого мрамора и из чёрного мрамора, Карл Маркс. Вот, и Витюша, облокотившись на лысину Владимира Ильича, начинает читать сценарий. Я ножки крестиком уже через две его фразы. Мне всегда казалось, что это такое кино, что это совсем, тут не может быть никакого юмора и так далее. И Витюша, как хороший папа Карла, он стружечку-то снял с меня. Он меня спас от бездарного, тупого, глупого, слабого поступка. Собрать чемодан и уехать в Киев, потому что я в Киеве тогда жил. Это было бы просто, не то, что там самоубийство, был бы скандал огромный, всё это понятно, всё это понятно. Но главное, что я это понял, что это я бы обгадился, понимаете? И слава тебе, Господи, что вот Господь мне дал Витюшу Павлу, который меня остудил и насмешил, и успокоил. И после этого, так сказать, у меня совершенно внутренний перелом произошёл. Я стал себя ощущать действительно всё-таки немножечко шараповым, потому что роды были очень непростые. Вернее, зачатие. Роды-то были потом, когда уже кино вышло. А сколько у вас книг? Я вас перебью, потому что они сидят и интрируют. Книг восемь. Восемь. Да, это вот последний. И при этом ведь все эти истории, которые рассказываете, они... Нет. Это чистая билетристика. Да, вы мемуары-то не пишете. Нет. Это последняя, да, я так понимаю? Да, Лапопись с Паниэлемой. Там пять повестей, да. Дело в том, что я вам сказал, что я начал читать весьма рано. Вот. С пяти лет. Да. И писал. И папа, когда меня отправляли в санаторий, здесь в Малаховке, а родители-то в Саратове, вот, сердечно-сосудистый санаторий, вот, и он говорил, Володя, пиши письма. И я писал письма домой. Он приезжал ко мне проведать мальчика своего, вынимал это письмо, я говорил, Володь, вот смотри, вот чем причастный оборот отличается от Дзи и причастный. Вот это, это меня папа учил. Вот вы, наверное, Жень, обратили внимание на эту книжечку, да. Да, я хотел вот с самого начала заинтригован, что это такое. Да, вот, да, я, вот, просто, может быть, камера какая-то наедет, посмотрит, вот. Это лубочное исполнение Тараса Бульбы Гоголя. Вот такая вот гармошечка, вот она раскрывается, и так далее. Цветные картинки, тут все, текст такой упрощенный Гоголя, чтобы крестьянин мог понять, вот. Чем ценна эта книжка? Эта книжка, она из Смердинской, скажем так, вотчины, и вот эти цветные картинки, тогда не было цветной печати, черно-белой была. Он заказывал художников. Это все ручная работа. Это ручная роспись, цветная вот эта. Это контур, это как раскраска. Так он продавал вот это для крестьян, для несостоятельных людей копейка медью. А в производстве художники и так далее, это стоило 25 копеек серебром. Ну, как можно не разориться? И в результате, так сказать, это произошло. Понимаете? Вот какие были люди, скажем так, которые, в общем-то, хотели поднимать нашу культуру, народ. Я думаю, они сейчас есть. Безусловно. Ну, вот же я же сижу. В чем дело? Да. У нас традиция есть. Мы финишируем. Есть у нас золотая рыбка, которая исполняет желания. Какое желание сегодня есть у Конкина? Жень, вы знаете, я думал, что это вообще пластмасса. Она живая. Ну, конечно. Класс. Рыбанка, дай моему отечеству российскому покой, уверенности в завтрашнем дне, чтобы люди, живущие в нашем отечестве, не забывали, что у них совершенно другая планета. Она называется Россия. Подскажи неверующим, Рыбанка, молю тебя, моя хорошая. Скажет. Свои пять копеек добавлю, я свое желание озвучу. Я все-таки надеюсь рано или поздно прочитать ваши мемуары. Спасибо за беседу. Спасибо. Спасибо.